Музыка 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 Это его рукоять И, в общем-то, здесь ничего необычного нет Кстати, обычно, а, по-моему, наверное Нет, слушайте, а, вот, команда, которая создавала эту фигурку Не так уж и много людей, но все-таки команда приличная Поднимаем, здесь мы уже видим логотип Мьёльнира И вот она, сама фигурка Коробка слегка потрепанная, но не сильно Вы уже видите фигурку, если вам не отсвечивает О, кстати, там я есть Фигурка, два Мьёльнира, это интересно Руки, ну, дополнительные кисти Здесь есть молнии и, в общем-то, это весь комплект Ну и, естественно, есть ещё подставка Здесь, конечно, немало пыли и различных мелких волос Но такое нормально, когда фигурка уже где-то стояла И коробка уже открылась, такое бывает Здесь у нас даже не вскрытая Её никто не доставал эту инструкцию Я её достану, потому что мне интересно глянуть, что и как И чтобы, в общем-то, не ошибиться И, в общем-то, так выглядит фигурка На самом деле, кстати, есть фигурка по фильму Тор Рагнарёк То есть, новая фигурка И она не сильно отличается от этой фигурки Я, наверное, покажу ещё видео сравнение Но чуть позже, когда будем смотреть уже саму фигурку Эта кисть никак не хочет становиться Короче, это я сейчас достану Но сначала глянем инструкцию Теперь мы узнаём, что голову нельзя крутить на 360 градусов Грубо говоря То есть, по бокам её лучше не поворачивать И можно только назад и вперёд Лучше делать точно только так Во-вторых, мы видим, что здесь, кстати, нет сгибов То есть, нет вот этих вот странных сгибов Как, например, у старых фигурок Здесь же такой новый телоид И вообще есть телоиды абсолютно бесшовные То есть, не видно вот этих самих сгибов И вот этих шарниров Их здесь не видно По крайней мере, на руках Короче, посмотрим, что и как Но есть вообще офигенные телоиды Вот сейчас я, наверное, вставлю картинку Например, там по Арнольду Шварценеггеру точно я видел Короче, офигенные телоиды Вот я бы их хотел купить только, чтобы пощупать Насколько они классные Понимаете, это как будто тело реального человека Только маленькое Второй мьёльнир, он с батарейками и с подсветкой Он более лёгкий Ну, то есть, он из пластмассы И здесь как раз-таки показывает, как его можно включать и так далее Вот приложение, мы тоже его глянем И здесь у нас ещё показано Что-то непонятное А, то есть, нельзя чем-то острым, это понятное дело И нельзя, видимо, прокрашивать Или, короче, что-то такое А, вот Добавляет фото Короче, прикольно Глянем, что там у нас с приложением И, в общем-то, это всё Но, на самом деле, информация довольно полезная Огромное спасибо продавцу, который продал мне эту фигурку За то, что он не сдирал вот эту плёночку Это самое приятное же И теперь это, видите, табличка Она осталась абсолютно новой Да и в целом подставка выглядит отлично То есть, такая слегка пыльная Но она выглядит прям, ну, супер классно То есть, она никакая не потрёпанная Не поцарапанная Вот это всё так вставляется И подставка замечательная Это, кстати, уже не первая моя фигурка по Мстителям Война Бесконечности Здесь у нас указано, что это Тор Здесь логотип Мстителей С молниями То есть, под Тора стилизованный И у меня есть ещё железный человек Я его возьму чуть попозже Он, кстати, полностью дайкаст-версия Это очень клёво Фигурка на самом деле выглядит очень хорошо Я бы даже сказал идеально То есть, я бы не сказал, что это какая-то БУ фигурка Потому что Есть, конечно, небольшие пылинки Но она у меня на полке тоже немножко запылится Так что, в целом, всё честно Выглядит хорошо, сохранилось хорошо Всё хорошо смотрится Что касается скульпта Криса Хемсворта То я бы не сказал, что это Крис Хемсворт Вот прям на 100%, если говорить честно Больше напоминает, наверное, его дублёра Чем его самого То есть, ну, вот да, это Тор, но Немножко не Крис Хемсворт Я бы так сказал Нам сказали, что голову вертеть нельзя Я могу её только немножко опустить Вот так это выглядит То есть, он теперь смотрит прямо на вас Вам в глаза Мне нравится и стилизация Давайте я ещё чуть ближе, наверное, сделаю Вы посмотрите на его глаза Стеклянные, но всё-таки немножко натуральные Волосы выполнены не идеально Я знаю, что люди заменяют волосы И делают их более натуральными Но смотрятся неплохо Знаете, они похожи на настоящие волосы Даже по ощущениям Только такие сильно залакированные Как будто они вот прям каменные от лака Но очень похожи на натуральные волосы Если честно Что касается взгляда, бороды Всё мне нравится И нос, и прям Лицо выглядит Суперски Посмотрите как И прическа Сзади Посмотрите Как это смотрится То есть, правда Как настоящие волосы Только под суперлаком То есть, скорее всего, да Я могу немножко повернуть Но Как бы лучше этого не делать То есть, немножко, да Конечно же, поворачивается Не без этого Но На 360 К сожалению, никак Далее мы переходим Наверное Я очень хотел бы показать вам плащ Потому что на меня он произвёл Какое-то прям Незгладимое впечатление Мне понравился Прям Вау Я такой Нифига себе Вот это плащ Во-первых, он выполнен из приятного материала И он как плащ На самом деле Как настоящий Только маленький Немножко более мягкий Чем, наверное, настоящий Здесь очень много складочек И выглядит он красиво Плюс я хочу отметить Что здесь много градиента Особенно, посмотрите, внизу То есть, он переходит Такого от тёмного К более светлому И вот здесь есть тёмные участки То есть, смотрится красиво Как будто он переливается на свету То есть, наверное, так специально сделано Он и сам по себе блестящий И здесь ещё тёмные участки Вот, посмотрите То есть, видите Здесь он более тёмный И вот здесь он переходит В светлый такой оттенок В алый Далее переходим к рукам Здесь они слегка необычные для меня Потому что это Первая моя бесшовная фигурка Именно в руках Потому что раньше Там были все вот эти Соединения И смотрелось не идеально Вот такой бы отлично подошло каратель Я не знаю, почему они ему так не сделали Здесь же, видите Швов никаких нет И это выглядит как Ну, настоящая рука Да! Здесь как бы сгибается Не очень красиво Скажем так Как будто он на синтоле каком-то Но смотрится же гораздо лучше Чем с этими шарнирами Давайте здесь немножко опустим Я чувствую эти соединения Вот так выглядит его бицепс Слегка странно Я соглашусь Но мне всё равно нравится Во-первых Попробуем поднять Здесь, конечно же, у нас есть шарнир Там рука поднимается Вот пока на 90 градусов Можно даже, наверное, ещё повыше Здесь, по идее, ещё должно быть Или здесь не будет О, нет, он такая мягкая Блин, я могу Чуваки, вы должны заидовать Я могу пощупать бицепс Криса Хемсворта Ну, точнее, Тора Ну, вот, конечно, в таком состоянии Рука выглядит слишком заплывшей Слишком какой-то жирной Не знаю, не очень красивой на самом деле Но приятная особенность Что всё-таки вот этих соединений нет И они не видны Есть такие открытые ладони С оттопыренными пальцами То есть, ну, это просто, я не знаю Что-нибудь Держать что-нибудь, наверное Далее есть вот такой Это, скорее всего, для Мьёльнира Или когда он его бросает То есть, он ждёт, пока он к нему вернётся Видите, немножко расслабленная рука получается Расслабленная кисть И такая же есть на другую руку Точнее, вот так это должно выглядеть Ну, это вот прям совсем расслабленные руки Это у нас для Мьёльнира Только для левой руки Потому что на правой уже есть для Мьёльнира И это кулак для правой руки А другой кулак есть уже вот здесь на левой руке То есть, вы это сами видите То есть, здесь уже Мьёльнир можно вставить Что касается торса То здесь даже видна такая небольшая майка тканевая Видите, синяя, она еще здесь выступает Вот снизу, то есть такая Не знаю, как это называется, но я буду называть ее майкой Здесь же у него броня Вы ее, наверное, не раз уже видели Если поднять плащ, то там она тоже продолжается Там не какое-то пустое место Вот, здесь не металлические, к сожалению, детали Просто пластмасса такая покрашенная, но выглядит как металл на самом деле Вот, что касается его Сгиба здесь, то Ну, к сожалению, вообще он здесь неповоротливый Ноги можно поднять, ну, естественно Не на 90 градусов Здесь, кстати, у нас такие, типа, кожаные штаны Посмотрите, вот здесь у нас кожаная такая юбка Небольшая, штаны выполнены очень хорошо На самом деле здесь есть и ремешки Детализация неплохая, на коленях такие тканевые Вставки небольшие, в коленях, во-первых Сгибается, ну, как-то так То есть в целом нормально и терпимо К сожалению, вот здесь не очень-то сгибается В области таза, но неплохо Все это поворачивает, ну, здесь супер подвижный Шарнир, только нужно сначала поднимать Как я думаю, а потом уже опускать Когда вам, ну, когда вы уже поставили, скажем так В положение Посмотрите, сначала поднимаете Крутите, как нужно, вот так, например Опускаете, ну, вот видите, она немножко Оп, вот, как-то так это должно выглядеть Короче, ну, неплохо, здесь подвижность хорошая И это обычные Асгардские сапоги Но здесь, конечно же, есть и протекторы Здесь у нас лицензия Марвел Здесь у нас лицензия Hot Toys 2015 год Такие дела Подставку мы посмотрели Фигурку мы посмотрели Кисти мы посмотрели Остались, конечно же, молоты Они же Мьёльниры Здесь их два, как я уже сказал Я бы очень хотел взвесить Каждый из них И сказать, насколько этот тяжелее Но По ощущениям Раза, наверное, в два А то и в три Может быть, даже в четыре То есть он очень тяжелый Это прям реально металлический Мьёльнир Вот ничего не скажешь Он Ну, не знаю На чем вам показать Вот этот Мьёльнир Немножко пошарпанный Я не знаю, так было изначально или нет Не особо мне На самом деле и важно Но я думаю, что у Тора Он тоже пошарпанный Он идеально ровный Там не идеально гладкий Вот Что касается детализации Здесь все отлично Все эти Асгардские руны И может быть, не только Асгардские Есть На гранях Вот здесь Есть Посмотрите, он блестит Я думаю, даже по блеску видно Что это настоящий металл Все эти линии Ну, на самом деле Выглядит замечательно И ручка Своим глазом Очень тяжело их разглядеть На камере, конечно, видно Гораздо лучше Вот, давайте быстренько Поближе вам покажу Пластмассовый И его главная особенность Это то, что Он еще и подсвечивается То есть внутри есть батарейки Вот здесь они Откручиваются Они уже вставлены Так как это фигурка Ну, БУ, скажем так Я ее уже купил У продавца Вот Он подсвечивается И, кстати, довольно ярко светит То есть, посмотрите Даже при моих софтбоксах При моем свете Все отлично видно Даже видно, что он светится А в темноте так тем более Ну и, конечно же Главной деталью Являются молнии Которые тоже должны светиться И этот свет должен на них Передаваться Только вот я не знаю Как их правильно надевать Наверное, вот Как-то так это должно надеваться Видите, чтобы молнии Захватывали мьёльнир Скажем так Вот здесь только Еще нужно больше как-то оттопыривать Ну и чтобы закрывали Вот эту Скажем так Отсек для батареек Вот, и молнии, конечно же Стремятся куда-то в небо Чтобы... Ну, в общем-то Откуда они берутся Вы понимаете Самое крутое Что здесь переключатель Он с помощью ручки делается То есть вы Ручкой крутите Сейчас в другую сторону Пенс И свет включается Вот это очень удобно Я такой Вау Классно Это как-то супер интуитивно То есть Повернул ручку И он засветился Это очень понятно Я выключил практически весь свет Чтобы вам было видно Как светятся молнии Хотя на самом деле Они особо не светятся И к ним вот этот Свет не передается Хотя они и полупрозрачные Смотрите То есть видите Только в начале Что-то там подсвечивается Но все равно Выглядит очень красиво На мой взгляд А вот так выглядят Две фигурки по фильму Мстители Эра Альтрона Это у нас Марк 43 Железный человек И это у нас Тор Подставки сильно отличаются Фигурки сильно отличаются То есть Это полностью металлическая фигурка Ну в основном То есть есть конечно же детали Вот это вот Не металлическая А вот это вот Например металл Подставка конечно же Более крутая И остальное Но Вместе они смотрятся Очень хорошо И конечно же Я не забыл про приложение Здесь посмотрите Мстители Эра Альтрона И здесь как видите Пока доступен только Тор Я не знаю почему так Видимо они не доработали Это приложение Это первое И последнее их приложение Как я понял Так Окей Ага Воу Воу Если нормально направить Чтобы было удобно мне Например И теперь нам нужно Так Вот И от него видите Пошли молнии Короче Как-то так это выглядит То есть можно вот так Играться И сделать фотографию С дополненной реальностью То есть видите Приспешники Альтрона нападают на него И молот Пышет молниями Скажем так Короче Выглядит неплохо Можно это даже Сфоткать Такие дела И можно потом Поделиться этой фотографией Короче Весело Но опять же На один раз Конечно же Но Сама по себе Фишка прикольная Большое вам спасибо Что досмотрели До этого момента Вы посмотрели ролик Полностью Поддержите его лайком Если вам понравилось Если вам нравится смотреть Вам нравится смотреть Обзоры фигурок Hot Toys Мне будет очень приятно Вам не сложно Оставляйте комментарии Что вы думаете По поводу фигурки Что вы думаете По поводу обзора Можно что-то улучшить Может быть Что-то ухудшить Если это нужно Подписывайтесь на канал Конечно же Ставьте лайк В смысле Подписывайтесь Жмите на кнопку И колокольчик Тоже нажимайте Отряд колокольчика Всем спасибо Всем пока